день 2 всем доброе утро мы отправляемся на завтрак на завтрак и как я уже говорил на сегодня очень насыщенный день очень кем я забыл маску не помыть положила сумки не в сумку он положил кстати у нас вот сегодня будет посещение экспо мы уже взяли свои паспорта взяли вот такие вот браслетики на память мариночки так вообще повезет с браслетиком она еще подсветку от блузки подобрала у ахмеда зелененький зеленый зеленый и сегодня у нас суббота и мы вчера забыли сказать семейный день вчера был такой день прям переворот так у нас сейчас завтра гостиный да 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 сейчас на завтрак потом у нас мы машут возим домой она будет делать уроки до вечера и что потом а потом у нас мы едем в сад цветов нам или полы прям пахнет лимончиком потом мы едем сад цветов и бабочек затем мы едем на экспо и потом едем за машей переодеваемся в красивые наряды и идем на дубайское колесо обозрения едем вот такие у нас планы коротко пока нам еще не принесли наши основные основное блюдо посмотрите где стали сервировать теперь безалкогольное тоже вино и как его красиво принесли нам показали как она выглядит что нам новое вот на голодное и вот так вот на монолинии такие бокальчики винные очень хорошая опция мне каждый такой страны я вот вообще будем в каждом ресторане бы так делали на то есть чтобы опция была выбора безалкогольных напитков и алкогольных вот премиум на алкоголик это вот кстати мне кажется того же места заказывают куда я заказывала потому что выглядит прям до пробки нету деревянной внутри но это и понятно то не нужно ну вот собственно говоря красота давайте через вот дождите начинается и вот такой у нас теперь стали завтрак на четырех человек это да вот посмотрите какая красота выборы потрясающие что хотите и скрамбл и вот такие жареные яйца и полчатые яйца и хэшбрауни но в подпол 3 но не 4 хлебушек свежий посмотрите какой красивый тост ты прям посмотри а это прям такой о господи это не хлеб это такой брешь тост поэтому ты не сможешь тоньше отрезать это такой тост это французский тост красота ну что мы приехали в мир и калгарден сад цветов мы здесь давно не были года два наверно марина все здесь первый раз поэтому идем сейчас и берем вас в эту сказочную красоту а а а а а а Ммм, почувствуйте эту атмосферу красивую. В другом цветы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы подъезжаем к совершенно другому городу. Внутри города. У даже своя подстанция есть электроснабжение и водоснабжение. Ну вот, собственно говоря, не знаю, надо ли брать карту, либо мы сможем все-таки... На память даже можно взять. Вот, держите, нам одной хватит. Смотрите, сколько экспонатов павильонов стран. Уйма. И самый первый павильон, который нас здесь встречает, это павильон Словения. Дальше, я смотрю, Литва есть. А вот они написаны, которые подряд. Швеция, Бразилия. Написано, I feel Slovenia. Я чувствую Словению. Да, наверное. Прямо такое здесь озеро как будто. У нас не так много времени, всего 2 часа. Так как это огромная территория, то мы сейчас направляемся сразу в русский павильон. Скорее всего, потому что я сколько слышала от людей, которые были в Экспо, что русский павильон входит в тройку самых лучших павильонов на Экспо. Такая музыка, прям, знаете-ка, вот что-то произойдет сейчас, как будто идешь по какой-то дороге будущего. Смотрите, какие здесь санитайзеры установлены на детал. Вот, эть, 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 накапали. Мы сейчас возьмем билеты вот на такую смотровую площадку. Она, видите, она крутится. И плюс сверху действительно посмотреть это очень интересно. И слава богу, что здесь нет народа. Это прям для меня удивительно. Посмотрите, на какой мы, кстати, ращен павильон СД. 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 А что? Вот императорский фарфор. В общем, меня очень впечатлил российский павильон. Супер презентация будущего. И вообще, как они презентовали Дальний Восток и Арктику. Вы знаете, мне кажется, даже я россиянка. И я после просмотра такого ролика хочу побывать в тех местах. А в иностранцах, наверное, речи не идет. Они тем более хотят. Единственное, что в магазине, конечно, цены. Купить что-то, какой-то подарок. Мы видели самовар и 4 бокала из гусь-хрустального. И цена, сидите, 29 тысяч дирхам. Это где-то 600 с чем-то тысяч рублей. Когда мы спросили, что это за цены, они говорят, да, лучше в гусь-хрустальном это все съездить, купить это будет в сотни раз дешевле. Кошмар. Сейчас мы попробуем найти египетский павильон и ее домой. Потому что, к сожалению, мы потратили целый час на российский павильон. И там можно было еще остаться, но... Фу, не могу. Там можно было еще остаться, но у нас просто времени ограничено сегодня. У нас еще колесо обозрения. И Ахмед сегодня уезжает, поэтому мы сейчас будем в темпе бальсировать. Так, мы подошли к самому дорогому павильону на Экспо, павильон Саудовской Аравии. Смотрите, как там видно внизу, ходят люди и зеркально отображается на стене. У нас нет сейчас времени, мы с Мариной обязательно вернемся сюда еще, возможно, вечером. Но мы сейчас идем в Египет. Мы не попадем в египетский павильон, просто очень огромная очередь стоит. Нам говорили, что в выходные лучше они приезжайте, лучше вообще вечером, либо рано утром, в рабочие дни. Поэтому мы выберемся с Мариной, чтобы не было народу столько. Может быть, там дождь будет внутри, я не знаю. Может быть, там дождь будет внутри, я не знаю. В общем, это в швейцарский павильон очередь, а в египетский там еще больше стоит очередь. Так, мы пришли в белорусский павильон. У нас сегодня такое, знаете, Россия, Белоруссия, Китай. Дружба народов. А, все что ли, это выход. Ну, короче, мы пришли поставить печать в паспорт. Потому что мы были в Белоруссии. Лес, Белоруссия и лес. Красиво здесь они сделали такую зону. Смотрите, как красиво. Ну, Китай меня, конечно, разочаровала. У них вообще все было какое-то недоделанное. Даже, не знаю, какой-то ремонт, дизайн, не знаю. В общем, нам не понравилось. А здесь, посмотрите, как все красиво. Посмотрим, что здесь есть. О, Белорусская косметика, кстати. Мы знаем, что она очень хорошего качества. В общем, мы закончили свое путешествие по Экспо. Здесь очень огромные дороги с длинной протяженностью. И на автобусах едешь по полчаса. И я сейчас пью березовый сок, кстати. Березовый сок с белорусского павильона. Еще я купила, поддержала, инвестировала деньги в Белоруссию. Как я говорю. Купила плед красивый. Такой прям с белорусским орнаментом. Купила шампуни. Хотела косметику посмотреть. Не знаю, что займет очень много времени. Поэтому не стало. Купила мед белорусский. И что-то там еще. А мужу носки. У них больше чего не было. И еще ту нику купила из хлопка. Очень красивая. Покажу все позже. Ну что, мы в торопях, в торопях, в торопях. Быстро переоделись. Приехали с Экспо. И скачем уже прям опаздываем на Блюотер. Для того, чтобы подняться на высоту птичьего полета. Ну что, мы пришли. А сейчас мы вам покажем, что можно забронировать в Дубае. У нас будет отдельная кабинка. Посмотрим. Мы сидим в скайбаре. Мариночка, что ты? Маша, что у вас крылья лица? Да, что вы скрыли свои лица? Мы сидим в скайбаре. Ждем, пока нам будет сервировать канапе. У нас пакет с мококтейлями. У нас входит еще фото. Фото книга написана какая-то. В общем, посмотрим. И мне так хочется быстрее идти в кабину, потому что начинается закат. То есть он уже идет. И, конечно, впечатление о колесе. Когда ты стоишь внизу, ты какой-то лирику нереальная высота. Как вам высота, девочки? Не то слово. Когда я не стоишь внизу, ты просто голову подобраешь и такой... В общем, о своем опыте мы вам расскажем чуть позже. А что он еще может сказать? Так, вот так это у нас все выглядит. Почему-то нам не принесли напитки. Мы не знаем, почему. Сейчас Ахмед будет звонить. Но уже, конечно, нам они их не подали. Просто мы уже начали движение. И мы одни вот в такой большой кабине. Вот тут у нас стол. На нем можно лежать. И мы смотреть, подниматься. Нам не принесли напитки. Видно, мы не поняли. Может, я не знаю. Может, они включены потом уже. Но у нас есть канапешечки маленькие. И десерты. И мы поднимаемся над Дубаем. Маринка, тебе как? Супер. Нет снов. Главное не застрять. И мы как раз в хорошее время поднимаемся. Еще видно все, да. Ну что, мы на высоте 250 метров. Показываю, что это сейчас самая высокая точка. И вот так смотрится Дубай вечером. А именно район, где сейчас стоят лайнеры. Пальма и Дубай-Марина. Как на ладони. В общем, у нас тут небольшой провал случился. Сейчас расскажу, что. Так, где тут свет нормально. Подышать хоть, снять маску. Ахмеда сейчас с нами нет. Он там пошел выяснять отношения. В общем, мы зашли на сборки. И нас, да, нас загнали не в ту кабинку, которая нам предназначалась. У нас должен был быть внутри бармен, который бы сервировал нам коктейли, и канапе, и фотограф. А в итоге нас загнали в кабинку, где обычно большое количество людей собирается. И там, где просто люди сидят, ну, то есть, нет там ни бармена, ничего. Нам загнали тележку с канапе, закрыли кабинку, и мы поехали. И мы такие, а что здесь праздничного, а где, кто, а где напитки? Мы думали, хотя бы вода есть. И вот мы 40 минут катались, конечно, была жажда, потому что все это в сухомятку ешь, эти канапе. В общем, стоимость этого тура у нас была 2300 дирхам. Ну, переведите в рубли, это где-то сколько, 50 тысяч почти, ну, 45. И, соответственно, мы не получили ничего, так, кроме канапе, и даже кабинка не та была. И в итоге Ахмед так позвонил еще, были на высоте, он звонил в клиентский сервис, и, ну, с таким негодованием объяснял, что вы куда нас засунули, и почему мы за такие деньги не можем получить сервис. И вот сейчас к нему вышел менеджер, и должны дать ему билеты на, ну, договорились на четверг, ну, просто жалко, что Ахмед сегодня улетает, прямо сейчас ему надо уже собираться. На следующий четверг, на вечер, нам вернут полностью, ну, нам сделают еще один такой тур, вот, с приватной кабинкой, с коктейлем. Хоть Ахмед и говорил, что, вы знаете, даже дело не в том, что вы там нам коктейли только дадите, да, или там только фотографа, что мы не получили, а что мы просто купили весь пакет, и все это вместе должно было быть. И это не состоялось. И неважно, что мы съели, не съели, по идее, вы должны вообще все нам сразу еще раз возместить. Ну, в общем, я надеюсь, он сейчас долго там не задержится. И Аин Дубай вместе с Дубай Холдингом, который в лице Дубай Холдинга, они возместят нам наш пакет, наш праздник, в честь дня моего рождения. Ну, покатаемся еще раз, жалко, что без Ахмеда. Вот так вот бывает, да. Бывают такие вот промахи, и очень часто в Дубай такое бывает. Вот. Но здесь всегда идут на встречу, надо просто... Да, надо просто успокоиться и сказать, что, ребят, они не против. Сейчас мы узнаем, в чем там загвоздка, и вообще, что в итоге они решили. Ну, все, Ахмедушка все уладил. Теперь у нас есть еще один будет эксперимент на колесе обозрения в четверг. В четверг, более ранее, на час раньше, в 5 часов вечера. Посмотрим, может быть, мы кого-то еще пригласим. Но пока вот нас трое, я, Маша и Марина. Вот. Единственное, что Ахмеду пришлось заплатить отдельно за еду, потому что мы канапе вот эти съели. Типа, канапе вы должны платить, если хотите. Конечно, он пытался объяснить, что это неправильно. Это, знаете, как вот ты в ресторане заказываешь какое-то блюдо. Тебе приносят совершенно другое блюдо. Ну, возможно, ты не знаешь даже, как выглядит то, которое должны принести. Ты съедаешь его, там, половину, да? И тебе потом говорят, ой, это было не вам блюдо, это ошибка. Но это не значит, что ты должен платить теперь за это блюдо, правильно? То есть они сделали ошибку, так же и там. Они сделали ошибку, они должны эту ошибку возместить. Ну, Ахмед, в общем, купил нам пакет с закусками, коктейли. И фотограф это будет уже, и еще один круг, это будет уже, и приватная кабина. Вот. В общем, возьмем вас еще раз с собой на колесо обозрения. Уж извините. Побывайте с нами еще раз на колесе обозрения. Вообще, сегодня такой полусумасшедший, мне кажется, день. Мы столько успели посетить мест за один день, но туристы обычно так не делают. Потому что мы посетили и завтрак в хорошем месте, потом посетили Miracle Garden. Кстати, его у нас называется Сад цветов, россияне, ну, русские, а на самом деле это называется Miracle Garden, да? То есть это Сад чудес. Мы посетили Экспо, хоть у нас там было 2,5-3 часа, 3,5 часа, этого совершенно недостаточно. То есть мы зашли в 3 павильона и быстро-быстро-быстро. И посетили колесо обозрения. Представляете? 4 места с утра, за вечером. И сейчас Ахмедушка уезжает. А мы будем планировать с Мариной. Мне даже еще не верится, что завтра не на работу. Конечно, я буду онлайн работать обязательно, то есть контролировать, следить все. Это у меня такая ответственность просто врожденная. И берем вас с собой в выходные дни. Вот, на сегодня мы заканчиваем наш блог. Вот, спасибо, что смотрели нас, спасибо, что были с нами. Берегите себя, своих близких. Целуем вас, обнимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok